В начале нынешней эры во многих странах уже были императоры, фараоны, цари. Форма правления, когда во главе большого государства находился один человек, противоестественно, она не принесла благополучной, счастливой жизни ни одному народу на земле. И никогда не принесет. Такая форма выгодна жрецам, которые манипулировали странами через правителей. Со всем народом сразу трудно ведь договориться, а с человеком одним легче. Лишь на Руси правителя единого поставить им никак не удавалось. Всем управляли на Руси советы из старейших народов. Эти советы невозможно было подкупить или угрозой заставить какое-то принять решение, чтобы притеснить народ. Кто будет непотребное решение принимать для своих детей? Вот и делали не раз попытки помощники жрецов, чтобы народом управлять, стал единый правитель. Вот вы о партии говорили. Читатели тоже о ней давно говорят. Но некоторые предлагают не упоминать в ее уставе об Анастасии, ее идеях, о книгах, чтобы регистрация без помех прошла. Седой старик стоял передо мной, опираясь на отцовский посох и молчал. Он не просто молчал, он пристально разглядывал меня, как будто видел впервые. Взгляд его был каким-то не очень добрым, скорее критическим. И когда выдержав длинную паузу, он заговорил, в голосе его тоже ощущались нотки пренебрежения. Регистрация, говоришь? Совета, значит, пришел спрашивать. Предавать или не предавать? Причем здесь предательство? Я пришел посоветоваться. Как поступить, чтобы регистрация партии прошла без помех? Регистрация ведь не самоцель. Да и партия тоже не самоцель. Без идей, говоришь, без упоминаний. А как же тогда читатели узнают, что это их родная партия, а не партия меркантильных предателей? Тебе предложили сделать некое бессмысленное формирование, без основы, без идей, без символов, с помощью которых уже предопределено лидерство на века. И ты пришел спросить меня, не стоит ли последовать их совету? Не смог разобраться сам с простейшим подвохом. Я понимал, что попал в несколько глуповатое положение и попытавшись как-то выйти из него задал другой вопрос. Я хотел вообще-то узнать, какие вы могли бы посоветовать заложить принципы при формировании структуры партии, ее цели и задач. То, что произошло в дальнейшем, просто вывело меня из себя. Как мне тогда показалось, старец не просто не стал отвечать на мои вопросы. Он начал надо мной высокомерно издеваться. Сначала удивленно посмотрел на меня, хмыкнул как-то раздраженно, отвернулся, даже шаг в сторону от меня сделал. Потом все же повернулся и произнес. Неужели ты не понимаешь, Владимир? Все ответы на заданные тобой вопросы в тебе самом должны рождаться. И в каждом, кто с тобой решит структуру строить. Я подсказать тебе могу, конечно, а завтра другой придет, подсказку даст. И следом третий. Не действовать вы будете, а лишь вынимать подсказкам. Идти вправо, потом влево, вперед продвинувшись, назад вернемся, вновь или по кругу. Вдруг топтаться станете от ленности ума. Но как один человек сказал, какой бы мы партию не создавали, все равно в конечном итоге ЦК КПСС получается. Дружина здесь, Владимир, не является причиной основной. Она намного глубже в психологии она. Не зная, как сказать яснее, она за двенья заветов предков, как заветов Бога. Сам посуди, Бог людям всем и каждому одинаковую предоставил власть. А следовательно, совершенным может быть лишь то общественное обустройство, где центра властного не существует, где каждый равным властью наделен. Когда свой голос ты кому-то отдаешь, на самом деле властью никого не наделяешь. А отдаешь свой голос человеку, вергая его, в зависимости от сложившейся системы. При этом власть Богом, данную себя, снимаешь добровольно. И психика, ну, множество людей, веками формируется извращенной. Правители правительства за нас должны вопросы важные решать. О жизненном устройстве мысль не рассуждают у таких людей. Так что же, нам теперь голосовать не следует? Так партию мы не создадим. По закону голосование необходимо. Необходимо? Значит, голосуйте за то, чтобы каждый, не один мог жизнью управлять. Если вы имеете в виду вечевые собрания, какие были на Руси ведической, то это никак невозможно. Не может народ постоянно съезжаться на собрания из разных концов страны. Да к тому же, и не могут зарегистрировать такую партию. Зачем съезжаться? Вы все придумывания нынешние себе во благо примените. Связь, например, там всякую, компьютер. А регистрация, она смешна для партии народной большинства. Вам регистратором и самим стать предстоит. И не главное в этом вопросе какая-то регистрация. Главное, не допустить создания так называемого властного центра. Все, кто будет работать в центральном аппарате, если по закону вашему он непременно необходим, должны быть строго наемными и не иметь никакого доступа к деньгам. Вообще нельзя сосредотачивать деньги в одном месте. Но по закону должен быть обязательно выборным центральный комитет партии. Так выбирайте туда всех членов партии или всех десятников. Надо здесь еще подумать. В начале, когда вы главной задачей партии назвали возвращение любви в семьи, я очень сильно разозлился. Думал, что издеваетесь надо мной. На посмешище хотите выставить. Знаю. Но теперь я много думал над этой проблемой. Пришел к выводу, она действительно не просто одна из главных, а самая главная. И для поиска вторых половинок надо какие-то конкретные условия создавать. Специальные мероприятия проводить, обряды надо древнерусские обнародовать. Надо и науку подключить к решению этих вопросов. И культуру. И идеологическую пропаганду. Надо эти вопросы решать на государственном уровне. А насколько цивилизованное то или иное государство, необходимо судить по количеству счастливых, любящих семей, в нем проживающих. Поздравляю. С чем? С пониманием. Рано поздравлять. Никак не могу сформулировать эту задачу так, чтобы не смеялись над уставом и надо мной, и над будущей партией. Да пусть смеются. Как это пусть? Если станут смеяться, так я и буду один состоять в партии с этим уставом. И будет незарегистрированная партия со смешным уставом, который поддерживает один человек. Рядовой член партии. Почему же один? Два. Я тоже его буду поддерживать. А денег накопим. Наймем себе исполнительного секретаря. Вы это серьезно? Вы что же, в эту партию тоже вступите? Нет. Вступать не буду. Да и по закону, как ты говоришь, по-вашему, меня не зарегистрируют. Я родную партию из тайги всем сердцем поддерживать стану. А то, что нас всего лишь двое будет, так все великие дела не массами, а человеком лишь одним всегда и начинались. Это потом, через года сообщество леское посмеется, но они над тобою, над собою. И смех счастливым будет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова